И вновь ересь Хоруса в центре внимания. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас вновь живое включение, уже второе на этой неделе. Честно говоря, не планировал записывать данный ролик, но подписчики группы ВКонтакте все-таки уломали и, можно сказать, заставили меня это сделать. Сказали, ты посмотри, посмотри, какую вкусноту нам показали. На этой неделе дредноут, на той Спартан, по которому ты, кстати, так и не сделал отдельное видео. Ну, да, признаюсь, не сделал. Кстати, небольшая ремарочка для новых зрителей моего канала. Это живое включение, все пишется на живую, без какого-либо заранее подготовленного текста, без склеек, без монтажа дополнительного. Поэтому за некоторые мои сбивки, оговорки, тупники, косноязычия, прошу меня простить, усугубляет момент еще и то, что я пишу глубоко в ночное время и уже голова не варит, что также придает, скажем, остроты. Этому ролику. Давайте перейдем от слов к делу, обсудим миниатюры, ради чего мы, собственно говоря, зачастую собираемся в формате живого включения. Но перед этим обсудим более важный вопрос, чем прелести дредноута или красота лендрейдера. Как делить данную коробку? Ну, вот представьте, такая ситуация, что вы со своим корешем или бравой подругой скинулись и приобрели данную замечательную коробку. Ну, если удастся, конечно, и если у вас есть столько денег, стоит за вас порадоваться. Ну, вот вы ее приобрели. Правда и неправда, но приобрели. Отлично. Вот она у вас лежит, такая красивая. И тут надо бы поделить отряды. С базовой пехотой проблем никаких. Она прекрасно делится пополам. Терминаторы. Ох, терминаторы, красавцы. Здесь терминаторы дюжа хороши. Не так, как, правда, пехота. Опять же, здесь сразу такая отсылка лично для меня. Потому что я знаю огромное количество людей, в том числе моих знакомых, которым просто безумно нравится броня типа Корвус, как в ней выглядят миниатюры. Мне она не нравится от слова совсем. И лично я, лично я предпочел бы, чтобы в этой коробке был, например, Марк 3 или Марк 4. Но это лично мои хотелки. Так что, как обычно, мои хотелки всегда идут лесом. Набор вот такой. Ничего не поделаешь. Но ребята действительно очень круто выглядят. Если бы были в другой броне, был бы вообще шик. Тем не менее, базовую пехтуру поделить легко. Терминаторов сейчас, чтобы математика меня не подвела и опять не опозорился. По идее, тоже можно их поделить поровну. То есть, здесь пятерка, тогда пятерочка. И здесь пятерка парней. Отлично. Значит, одному игроку пятерочка и другому пятерочка. Претеры. Ну, тут просто выберет, кому какая больше модель нравится. Если игроку нравится вот эта модель, он ее возьмет. Если другому вот этот, окей. Если что, ну, просто ральнут куб. Кому какая достанется. Тоже проблем никаких. А вот как делить LandDuck и Dreadnought? С экономической, даже с экономической точки зрения, если так представить, пока нет отдельных коробок. Не фарджовских, а именно отдельных гвшенных пластиковых коробок такого формата. Но, например... Не, ну, кстати, что-то я говорю. Помните, контемптор-то был. Правда, его сейчас, по-моему, вроде не найти. Но не суть важная. Давайте сейчас от этого абстрагируемся. Если посмотреть даже с экономической точки зрения, то LandDuck стоит дороже, чем Dreadnought. Даже с экономической точки зрения, LandDuck взять куда выгоднее. Он куда более редкий и более дорогой, чем Dreadnought. Как поделить? Например, игрок за Dreadnought, тот, который решит взять Dreadnought, скажет, Окей, я возьму Dreadnought, но ты мне в довесок давай рулбук. Ну, я так думаю, что многие-то согласятся, потому что, ну, мы все прекрасно понимаем, как у нас читается и на чем читается у нас художественная литература, да, по Вархаммеру. Правила, как мы читаем, да. Но не будем о грустном. В общем-то, рулбук тоже вещь прикольная. У меня есть, например, рулбук девятки. Офигенная книга. У меня даже люди, которые вообще не знакомы с Вархаммером, вообще не знакомы с Варгеймами, сказали, Ох, какая клевая вещь, дай-ка посмотрю, полистали ее так внимательно, кто-то даже заинтересовался Вархаммером. Так что рулбук, знаете, тоже не все отдадут. Скажут, а что я должен отдавать? А как я правила изучу, например? Если близкие друзья, да, можете играть вместе. А если это такой, скажем, просто совместный распил, называется Jazz Business, и ничего личного. Возможно, не знаю, игрок, который решит взять Дредноута, скажет, бери себе Спартан, но с доплатой, да. То есть, может быть, другой игрок доплатит. Это просто мои мысли вслух. Я не знаю, как оно будет на самом деле. Может быть, если у вас есть хороший знакомый, он скажет, да забирай себе, Лендрейдер, он мне никогда не нравился. Внешне какая-то безумная карабинь неинтересная, какая-то квадратная, похожая на танки из Первой мировой войны. Может быть, так будет. Но, скорее всего, большая часть будет приглядываться именно к Спартану. Дредд, он так будет, немного в тени, да. Так что надо подумать вообще, как делить эту коробку. Пехота легко, термосня легко, претры вообще никаких проблем. А вот Дредноут, Лендак и Рулбук такие вызывают определенные вопросы. Ладно, думаю, что сами разберетесь. Главное, главное, всегда оставайтесь людьми. Перейдем к моделям. Модель Дредноута. Мне она очень понравилась. И сейчас многие удивятся, зная мою страсть к разным вычурным моделям брони. Мне как раз она понравилась своей аскетичностью. Поясню. Я больше всего боялся, что разрабы в эту коробку, или в планируемую коробку, или вот в конкретно в этот Дредноут запихают много-много-много рюшечек сынов Хоруса. Потому что как раз он позиционируется в раскраске сынов Хоруса, что он принадлежит к этому легиону. И что они буквально обвешивают ее как новогоднюю елку разными там баннерами, логотипами сынов Хоруса, всякой этой символикой, атрибутикой. И потом, если вы берете этот набор, но не хотите играть за сынов Хоруса, придется все это отпиливать, подпиливать, срезать, зачищать напильником, где-то использовать зеленку этот Гринстав, чтобы привести его хотя бы в нормальный нейтральный вид. Здесь же мы получаем реально абсолютно нейтрального Дредда, если ничего не поменяется, конечно. Но вряд ли. Никаких рюшечек дополнительных, кроме Декальки. Декальку можете не юзать и, в принципе, из этого стандартного Дредда вы можете получить боевую машину, в принципе, для любого легиона. Единственная будет проблема, наверное, с темными ангелами, потому что у них, ну прям, очень вычурный Дредд. С Альфа-Легионом будет непросто, так как там хоть и нет такой вычурности, прям, как у темных ангелов, но очень искусная вязь вот этой вот Гидры. Мне, кстати, он безумно нравится, Дредд Альфа-Легиона. Я, по-моему, уже в каком-то видео про это говорил, что, на мой вкус, это один из лучших Дреддноутов в плане визуала среди всех Дреддноутов Легионов Космического Десанта, которые были выпущены Фарджой именно для Ереси Хоруса. Ну и, конечно, Мхарагал Несущих Слово. Тут вообще придется так заморочиться, что просто держись. Вряд ли удастся перепилить из этого Дредда в какое-то подобие Мхарагал, ну прям нужно иметь, не знаю, такой уровень мастерства. В других случаях, господи, какое количество различных битцов вы можете найти, чтобы сделать, там, не знаю, Дредда Пожирателей Миров, Дредда Детей Императора. Но Императора, опять же, кастомные Дредды, да, такие стандартные Дредды, в общем-то, никаких проблем не будет. Единственное, опять же, может быть, я уже, конечно, впадаю в старческий маразм, но мне казалось, что на кулаке вот эти фаланги как-то подлиннее, по-моему, раньше были. Я могу, конечно, ошибаться, но что-то тут прямо они какие-то совсем скромненькие. Если бы они были процентов на 10-15 длиннее, я думаю, вряд ли бы кто-то обиделся. Как-то, может быть, ракурс просто неудачный, может быть, просто неудачный ракурс, но как-то непропорционально смотрится. В остальном классный Дредд. Нравится, как сделан шлем, линзы, корпус очень здорово. Нравится как раз его еще и аскетичность в плане позиций. То есть, там, тут нет такого какого-то бравого безумия, слабоумия и отваги, как иногда делают. Они в какой-то супердинамичной позе, которая порой смотрится нелепо. Нет, здесь такой вполне аскетичный, стандартный шаблонный Дредд, который и хорош в данном случае своей аскетичностью. На удивление мне понравились все пушки. То есть, понравились все пушки, как они сделаны. Ну, больше всего понравилось, наверное, вот это. Потому что она здесь подлиннее смотрится, прикольнее в плане сочетаемости с корпусом. Опять же, повторюсь, что лично для меня, я уже про это много раз говорил, но скажу еще раз. Для меня ересь Коруса в пластике это такой своеобразный аналог исторички. То есть, никакого закоса под павер. Нет, только бэк, фан, максимальный отыгрыш и прочая радость. Так что, если эта вещь будет вообще неиграбельная, я бы лучше поставил ее в... Ну, просто визуально она мне нравится больше. Хотя, остальные пушки смотрятся прикольно. Но рассматривать вот такой формат ереси, как чисто игру турнирную, чтобы там... Такой спот. Даже не буду говорить это слово, не буду. Вы поняли, что я имел в виду, да? Когда идет ротация армии, еще человек не успел их покрасить. И за год он там 7-8 армий поменял. Главное, чтобы оставаться в тренде в плане топовых мест. Знать, какой и где повирок. Ну, это лично не мое. Я не осуждаю этих людей, но это просто не мое. Да и не имею права их осуждать. Каждый играет в хобби, так как ему нравится, да. Лэндак. Ну, неожиданно, но изначально, когда давно-давно-давно-давно я первый раз увидел именно вот такой классический лэндак времен Ереси Хорса, он мне очень не понравился. Мне нравятся больше ландаки из Вархаммер 40 тысяч, а этот как-то, ну, он слишком уж сильно вызывал ассоциации с вот этими танками Первой мировой войны. Я, честно говоря, в них не разбираюсь. Если среди подписчиков есть люди, которые прям очень сильно шарят за танки, они меня, скорее всего, поправят. Ну, по-моему, они как-то назывались то ли Марк 3, то ли Марк 4. Вот этот характерный корпус, когда еще гусеница наверху, вот этой своей, ну, с таким вот форматом грубой коробки, он мне не очень понравился. А тут, присмотревшись так, поприглядывшись к нему, прям он мне очень-очень зашел. Мне нравится, как у него сделана рампа, нравится, как сделаны пушки. Очень здорово, очень органично. Люк тоже сделан клево. И вообще он такой, знаете, крепенький, брутальненький. Самое оно, чтобы возить терминаторов. Опять же, здесь, кстати, еще один камень преткновения. Игрок, который возьмет себе из коробки Landax, может возить в нем терминаторов. А что делать другому? Вопрос. Нет, есть, конечно, способы доставки терминаторов, но это как-то вариант посподручнее, верно? Так что пробежимся по оценкам за модели. Это мои оценки. Я, честно говоря, вообще не люблю эту систему, когда там от нуля до десяти. Поставьте там такую оценку, поставьте другую оценку. Мне кажется, это не всегда правильно, но подписчики просят, им нравится такой формат. Окей. Если брать Дредноута, то восьмерочка плюс полбалла как раз за эту грамотную аскетичность. То есть восемь с половиной баллов лично я бы поставил. А вот Лэндоку я бы поставил бы даже девяточку. Прям он мне очень понравился. И опять же, кстати, еще один плюс, что в нем нету тоже явных отсылок к какому-либо легиону. То есть, в принципе, при желании можно его покрасить и там закитбашить под любой легион. Я уже знаю, как бы я закитбашил Лэндок под легион несущих слова. Но у меня есть очень хороший друг, который играет и очень любит ультрамаринов. Поэтому я, пожалуй, воздержусь. По крайней мере, в этом ролике про это я говорить не буду. А так, дверцы, насколько я помню, есть и от Фарджи для каждого легиона. Я думаю, что, может быть, ГВ их потом и так выпустят. Да и можно и самим сделать. Например, тем же Кимт Хаоситом. Господи, столько китбаша, можно сделать как угодно. Всегда можно найти способ. Но все-таки самый ключевой момент, как корректно поделить эту коробку. А что думаете вы? Пишите в комментариях. А на сегодня живое включение закончено. Надеюсь, что оно вам понравилось. До новых встреч. Пока-пока. И традиционный всем гидродоминатус. Субтитры сделал DimaTorzok.